Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброго утра, доброго времени суток, уважаемые телезрители, ютуба-зрители, тиктока-зрители или слушатели нашего подкаста, где бы вы ни были, не находились, нас не слушали, это подкаст, название которого мы еще не придумали. Все как всегда, я Сериков от Кухаронок, мы начинаем новый сезон, хотя уже как его сезон, просто идем себе и идем. Просто здравствуйте. Продолжаем знакомить вас с людьми, у которых крайне необычные интересы, хобби, профессии, и сегодня у нас такое человечище, при том, что если вот даже спросить у Алисы, там загуглить, скорее всего вы ничего не узнаете, ничего не даст она. Мы сейчас сами все и спросим. Итак, в гостях у нас Геннадий Пузанкевич. Геннадий, расскажите, пожалуйста, кто вы? Ну, вообще человек. Этот ответ, кстати, мы слышим чаще всего. Он, наверное, самый правильный. Чем занимаетесь? Чем угодно, лишь бы так просто не сидеть. И всем понемножку. Фрилансер, что ли? Фрилансер. Это, кстати, интересный выпуск у нас. Вот помнишь, у нас была в гостях Ольга, и мы рассказывали, что после определенного периода жизни, возраста, жизнь только начинается. Так вот, Геннадий, самое что ни на есть тому подтверждение. Геннадию 130 лет. Ладно, мы шутим. С половинкой. С половинкой, с половинкой. Ну вот расскажите, пожалуйста, вот все-таки, вот как бы вы себя назвали? Вот мы с вами в гримёрке общались, вы сказали, что вы авантюрист. Ну, это, наверное, самое такое в точку. Ага, правильное определение. Да, да. А путешественник? Ну, еще упертый козерог. Упертый козерог. У вас был день рождения? Ну да, 1 января. Ой, поздравляем вас. Спасибо. Поздравляем. У меня 5 января. Ну, это недалеко отскочил. Сейчас мы будем потихонечку пытаться преодолевать скромность Геннадия. Геннадий таксидермист, искатель приключений, самодур. Балагур. Балагур. Человек, который в одних сланцах поднялся на Килиманджаро. Человек, который на велосипеде доехал из Жодино до Владивостока. На Аисте. На Аисте сел и доехал. Человек, который через пару месяцев отправляется в кругосветное путешествие на яхте. Покищать женские сердца. Покищать женские сердца. И все. Это же дурит народ. Что еще раз? Дурит народ. Дуру? В кругосветку еще неизвестно когда. А в апреле отправляюсь в автопоездку до Владивостока. Тоже? На автомобиле, да. А что у вас так связывает с Владивостоком-то? Приморский край — это такая часть страны, куда в свое время не дошел ледник. И там сохранилось много эндемичных видов. И растений, и животных, и птиц, и тому подобное. Ага. Тогда мы начнем с этой стороны. У вас невероятная коллекция, я знаю, бабочек, птиц, именно токсидермии, да? Чучел, если так будет проще. Ну да. Да. И животных. Расскажите, пожалуйста, откуда такая страсть, когда вы начали этим заниматься? Начал заниматься еще в детстве, сколько себя помню. Первое чучело, которое у меня получилось, мне было 14 лет тогда. А началось с чего? Когда бегал вдоль речки, на берегу реки жил, и видел, как охотники иногда убивают птицы, выбрасывают. Мне становилось их жалко, и думаю, как можно их увековечить, вторую жизнь как бы им дать. И вот методом проб и ошибок с того и началось. Сразу шкурки снимать как-то научился, потом постепенно, постепенно, все дальше, дальше, самотопом. Ну и вот достиг такого уровня, какой у меня сейчас. Насколько велика ваша коллекция сейчас? Сейчас придумаю. Собраться с мыслью просто ревизию не часто провожу, но последний раз, когда подсчитывал, было более 500 экземпляров в основном птиц, ну и немножко животных. Если точнее, где-то 545. Ну, не считая насекомых, бабочек и тому подобное, там тоже около 800 штук. Коллекция зарегистрирована в Минприроды, сертификат получен официально. Это все в доме, да? Статус особо ценный из логической коллекции Республики Беларусь. Серьезно? Серьезно. То есть пара тысяч экземпляров, ну, без малого, пара тысяч экземпляров, и это все у вас дома. Мы, кстати, видели, у вас дома стоит чучело медведя. Ну, когда сюда отъезжал, еще стоял. Сейчас, не знаю, может, убежал. Часто у вас сбегает? Периодически. Где вы его взяли? Вообще ездил в Архангельскую область и оттуда привез шкуру. Беларусь, они в Красной книге, а там охота разрешена, но позвонили, что есть такой экземпляр. Я сел на машину, не задумываюсь, и поехал. В Архангельск? Да. Ну, 2200 всего лишь. 2200 километров. Все это за медведем мотанутся. После того, как на велосипеде 10,5 тысяч до Владивостока доехал, так это же мелочь. Да, это такой крючок, просто заехал. Да, да. То есть кто-то убил медведя, вы приехали, там была уже шкура снятая? Да, там уже сняли шкуру, засолили ее, ну и готова была к трансфортировке. А в чем вообще секрет? Вот мне было непонятно. Вот убивают какое-то животное, охотники. А как сделать так, чтобы вот именно шкура, чтобы сделать чучело, которое прям как настоящее выглядит, и чтобы оно сохранялось долгие годы? Как это происходит вообще? Это химикаты какие-то? Ну, здесь всего понемножку. Вообще есть чучела, которые в Питер привозил еще Петр I из-за границы, неизвестно какой датой. Датированные изготовления и посидения, они при правильном хранении сохраняются в музее без проблем. Здесь и химикаты надо, и правильная подготовка шкуры. Ну, это отдельная тема. Еще мы заметили, что у вас на двух руках длинные ногти, как у вампира. Я даже не обращал внимания. Наши зрители, которые нас слушают, посмотрите версию. Это прям вот когти. А для чего? Ну да, есть такое. Для самообороны. А от женщин? Типа того. Но на самом деле… На самом деле это для работы токсидермистом. Оно помогает более чувствительно чувствовать шкурку тонкостью птицы. Ну и перо укладывать, потом где-то пинцетом, где-то ногтями. Ну и вообще это уже привычка, наверное, с детства я с помощью ногтей работал. И сейчас уже как-то некомфортно. Без них. Я чувствую. То есть длина ногтя позволяет чувствовать более тонко рога? Плюс ногти, плюс ногти. И вот все-таки никакой инструмент не заменит. А как в жизни? Вы все уже привыкли к этому ощущения? Ну, мне это не мешает абсолютно. Здесь комфорта никакого. То есть ногти не ломали никогда? Ну, если только бревно какое сорвется. При стройке домов деревянных я еще этим занимаюсь тоже. Ну, тогда да. Еще и дома деревянные строите? Ну, было такое. Слушай, какой интересный у нас человек просто. Свой дом первый построил, практика была первая. Человек-швейцарский нож. Да, 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 человек-швейцарский нож. Хорошо, тогда давайте вопросы мы задаем всегда. Крайне простые вопросы, которые нам интересны. Сколько может лет храниться чучело? Вот, например, того же медведя. Ну, я же вам ответил частично, что... Ну, Петра Первого там... Ну, неизвестно, потому что больше, значит, и больше можно. Правильное хранение практически, наверное, это... Ну, навечно. Вечно? А что такое правильное хранение? Так это влажность, температура? Влажность воздуха, температура — это основное. И плюс борьба с вредителями насекомыми. Моль, кожиет. И еще освещение. Серьезно? Чем темнее комната, тем лучше, потому что перо и шерсть животных выгорает, со временем бесцвечивается, и оно неестественно выглядит. А это свет только натуральный или свет ламп тоже? И электрический то же самое. А еще никаких ламп не забрели, которые безвредны для чучел? Насколько я знаю, еще не слышал. Уважаемые, во-первых, ноготочки Минск, свяжитесь? Да. А во-вторых, да, если вдруг кто-то знает, напишите в комментариях нам, какие лампы использовать. Может, у нас какие-то гении смотрят. Может быть. О, да, то, что нам надо. У Геннадия в телефонной книжке, знаешь, эти вот Тутунхамон и вот эти все египетские, ну, ребята, которые... Да, Амонра. Да, да, вечно, так, но это Геннадий набирается. Да, да, если кто-то хочет сохранить себя навечно, звоните Геннадию. Геннадий все сделает. Только очередь записывать. Да, только там очередь. Геннадий, вот вы нам принесли свои какие-то вот штуки. Расскажите, пожалуйста, что это такое, для чего это? Вообще для работы. Есть вот такая штука. Так, а что это такое? А вот попробуйте угадать. Ну, я могу сразу прикинуть, что, наверное, это вы его сами сделали, да? Ну, да. Наверное, это для форм глаз, чучел? Ну, с подсказкой вы правильно. А, потому что я вижу, там глазок лежит у нас. А, глазок. Да, да, да. Ты подержи, а я бы глаз рассматриваю. Это была моя ошибка, что глазок оставил. А я бы и так догадался. Знаете, у меня тоже очень пытливый ум. Ой, друзья, вот так вот глаз выглядит, вот если его сейчас видно. Это глаз... Искусственный глаз, птички. Птички. Да. А как вы его сами сделали? Да, да. Ого, а как? Ну, дайте мне мою атрибутику сюда, а я вам покажу. Давайте. Возвращаем. Ни в коем случае не задерживаем. Есть вот такой брусочек с отверстиями. Отверстия должны совпадать с диаметром глаза птицы или животного. Изначально меряется штангельциркулем диаметр глаза у птицы. Подбирается нужное отверстие. Берется оргстекло прозрачное. И пуансон. Вот такой давок, можно сказать, попроще. Алиса, что такое пуансон? Пуансон – это верхняя выпуклая часть штампа, используемого при обработке металлов давлением. Алиса, хватит. Ага, давок, в общем. Назовем это давок. Ну, это так, между собой, по-разговорному. И чтобы он подошел по диаметру глаза, только с учетом толщины оргстекла поменьше был. Все, оргстекло разогревается до пластической массы. Кладется на отверстие, нажимается несколько секунд, пока полностью не застыло. Открыл, ножничками обрезаешь форму глаза. Потом кладешь на полик из пластилина, чтобы прилепилось. И масляными красками начинаешь рисовать. Сначала зрачок, потом радужину птицы, соответствующую ее натурального цвета. Все высыхает, и, пожалуйста, можно использовать. Вот, а я думал, это же работа миллиметровая просто. Вы это делаете с каким-то… Нет, нет, без ничего, просто так, глазом. А сейчас уже новые технологии, уже с помощью принтера и тому подобное делают более современные глаза. Но в некоторых случаях приходится использовать еще старый метод, потому что не всегда это все подходит. Ну, во-первых, ручная работа, это ручная работа, это крафт. И знаешь, Геннадий посмотрел, кстати, два наших выпуска. Причем он посмотрел выпуск с девушкой-дальнобойщицей 21 века и выпуск с офтальмологом. Я сказал, что у нас есть выпуски куда более импозантные, а Геннадий говорит, я посмотрел то, что мне интересно было. Ну, по глазам так по глазам. И путешествие. Да, Геннадий крайне неординарный человек. Хорошо, еще вопрос. Сколько стоит чучело? Вот интересно, вот кто-то вдруг хочет себе в коллекцию купить медведя. Вот сколько стоит чучело медведя? Понятие растяжимое. Договоренность вообще. Раньше существовали государственные расценки. Серьезно? Да, были такие при музеях. А сейчас договорная цена можно и так подарить. Нет, это понятно. Она как картина, знаешь, она как-то оценивается условно там. У художников уже есть, кстати, формулы, то есть там, как оценивать картину. Вы, кстати, картины не пишете? Нет. Все, вот нашли точку. Нашли точку. Да-да, в детстве немножко, да, занимался этим, но необъятные необъятия. Ну вот смотрите, вот позвонил вам какой-нибудь человек, который увидел в нашем подкасте, узнал про чучело медведя, такой «хочу себе домой», чучело медведя. Геннадий, сколько бы стоило чучело медведя? Ну вообще это буду договариваться с человеком, который позвонит. То есть нам примерно даже цены не скажете? Нет, примерно мелкая аптечка от 10 УЕ. А-а. Да, изготовление, ну и выше. И выше. У меня два вопроса есть. А там мы не потеряли слово «тысяча»? Тысяча? Именно 10 долларов? 10 долларов, да. За это мы обсудим. То есть медведь около 1000 долларов может стоить? Ну, грубо говоря, образно. Все зависит от позы. Пасть открыта, закрыта, там же комплектующая отдельная раскраска пасти, если открыта. От размера медведя. Может быть медвежонок, может быть камчатский медведь под 3 метра ростом. Поэтому сложно сказать конкретную сумму. Типа запрос такой, медведь в камчатске, медведь в шпагате с открытой пастью. Да, в пиджаке. В пиджаке еще при этом, да. Два вопроса есть. Вот касательно четырех отверстий под глаза, да? Или пять там? Четыре. Это что, в природе птиц можно по четырем размерам глаз охарактеризовать? Нет, вообще у меня несколько таких матриц. Я взял одну только с собой. Возвращаемся к матрицам. А вот тогда от трех миллиметров и выше. Вот я тебе говорю, что это матриц. Это было значение у слова матриц. Это у нас давний спор. Да, да. И сколько получается в природе размеров глаз у птиц есть форматов? От малого до великого. Не считал. От трех и выше. Не, ну, представляешь, как у людей. Просто я удивился, там четыре, откуда мы так? Ну, учитывая, что птиц только в Белоруссии встречается больше трехсот видов, и каждый под вид, не под вид, а отрат, имеет свой диаметр глаза, ну, плюс-минус там. Вот поэтому сложно. Есть и три миллиметра, и три с половиной, и четыре, и так дальше, и так дальше. У вас под каждую прям есть определенная уже заготовочка, да? Это круто. И второй вопрос. От домашних животных? Психологически не берут изготовления по психологическим мотивам. Вот и я хотел спросить, да. Кто-то обращался уже до всем, кто-то был кот, например? Да, собаки обращались, конечно. Типа любимые животные хотели увековечить их. Да, да, да. Ну, это же ужасно. Ну, да, с моей точки зрения, да. Во-первых, во-вторых, сделать чучело, которое... Человек, с которым прожил, допустим, 10 лет, он знает мимику, там морщинки каждая. А мне передать это сложно, с диким животным, это проще. А здесь, если потом... У меня жил это животное, да, я наблюдал за ним, я живо могу сделать, чтобы оно было как живое, а не мёртвое. Вот, поэтому я не беру. Я просто вспомнил фильм «Кладбище домашних животных». Да, 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 я вот слышал. Черчилль, кстати, там британский кот Черчилль, откуда мои все Черчилль, они из этой книги, собственно. Да, 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 я называю... У меня все коты-британцы, всех зовут Черчилль, именно потому что я в детстве прочёл «Кладбище домашних животных». Да, я вообще фанат Севина Кинга. Вот и разобрались, что это не в честь президента. Черчилль не был президентом, это премьер-министр Великобритании во время войны. Да, ну богач, скажем так. Богач. Так, хорошо. Сигара-кур. Да, а что находится внутри чучела? Внутри чучела? Наполнитель. Какой? Различный. Это секретная информация? Ну, сейчас в основном используются манекены из пены, двухкомпонентная пена. Вмешивается, форму заливается, уже формы подготовленные, всё. И потом на это уже начнется шкурка птицы. А скелет какой-то есть? Каркас, да, есть. Если манекен, это тушка только, допустим, у птицы, а шея, крылья, там вставляется проволока, чтобы потом можно было позу придать, манипулировать головой, шеей, крылом, и тому подобное. А есть это крупное животное, например, олень? Олень, всё то же самое. Тоже проволока будет? Там уже арматура. Арматура, вот и я. То есть сваренный каркас, сварщик. Заранее уже позы делается, там уже не подогнёшь так, как птичку ногу. Можно и после того из-за леничучелу позу придать. А животного уже заранее сначала поза придается, а потом натягивается шкура. Олень вот так на диване, чтобы лежал. Да, прикинь. Слушайте, а кстати, были какие-нибудь заказы такие сумасшедшие? Вот реально, кто-то заказал медведя, который сидит на диване вот так? Ну что-нибудь такое? Ну насколько это сумасшедшие, не знаю. Для кого ты сумасшедший, для кого ты это норма. Медведь с подносом, например, где-то в кафе. Да, он стоит. Может где-то мы и видели. Любое, любое можно сделать под заказ. Скажите, а может и на героев каких-нибудь фильмов были заказы или мультиков? Ну какие мультяшные я делал, допустим, заяц-охотник. Заяц с ружьём, с патронташом. Ну вот, такое. И голый охотник от него упрыгивает. Это который с простоквашина? А нет, там кто был с фоторужьём? А, это почти ружьём. А здесь, ну просто путафорское такое. Ну кому-то попросили подарить охотнику на юбилей. Я вот сейчас вопрос дурацкий задам. Он не в телеэфир, он только для ТикТока. А заказывали, может быть, когда-нибудь чучело человека? Ну вы будете первым, если закажете. Что за человек должен быть, чтобы чучело было сделать? Есть один. Мало ли что. Ну прикинь, ну это странно. Это очень странно. Прикинь, у тебя гости приходят домой, у тебя стоит. С подносом. Человек. Человек. Ужасно, это ужасно. Ну это тогда нужно коллаборацию делать с нашим знакомым потолгонатом. Да. Евгением Посеевым, да. Кстати. Что по препаратам проконсультироваться, немного надо будет. Ну оттуда препаратами пользуемся. Всё, тогда смотрите выпуск с Евгением Посеевым. Потом этот, потом перескакивается. Он будет, что мы с тобой сейчас мультивселенную создали или бизнес развиваемся. Какой у нас. Любопытный подкаст. Ещё хочу сказать пару слов про таксидеремию. Потому что многие, когда смотрят это, ну сейчас движение зелёных и тому подобное. То негативное отношение к этому. Хочу сразу предупредить. И когда экскурсии провожу дома со школьниками, тоже объясняю, что в теперешний век во время движений интенсивных на трафик, движения, вернее на дорогах, много животных, птиц попадает под автомобили. Также электрическим током поражается. В суровые зимние условия многие погибают от голода. Всё это люди, знающие меня, собирают и приносят ко мне. Вот таким образом моя коллекция пополняется в основном. Что-то в зоопарке умирает, тоже у меня связи с ними есть. На протяжении уже многих лет я работаю. И мной сделано уже более 10 тысяч экземпляров птиц. Ну вот таким образом моя коллекция пополняется, чтобы не было... Да, что ни одно животное не убито специально для красоты. Это всё уже мёртвое... Единственное отступление — это охотничьи виды, которые... Ну там разрешение на охоту и тому подобное. Это всё уже там покупное. Ну условно купили оленя, проплатили, заставили, надо сделать. Совершенно верно. Ещё последний вопрос, и перейдём к рубрике. Ну олени понятно, волки понятно, медведи понятно. А были у вас какие-нибудь экзотические виды? Там анаконда, крокодил, тигр? Да, были. И крокодил, и змеи, и питоны были. Всякое экзотическое было. А про крокодила вот интересно? Не знаю, где ты жил, в Минске в офисе. В Минске в офисе жил крокодил или кайман? Нет, аллигатор. Аллигатор? То есть как наш стол примерно размером? Ну примерно да. Да, 2,30 длина его была. И вам просто привезли тушь, аллигатор? Да, мёртвого привезли. По каким причинам он умер, это неизвестно. За парк небольшой, нильская крокодилёнка передавали. Тоже какой-то несчастный случай. Смузы перепоили его просто. И вот сейчас просто уточним. Это получается, вам привезут мёртвую тушь у крокодила, вы снимаете с него шкуру, и шкура, понятно, идёт на чучела. А что с остальным происходит? Там мясо, кости? Утилизируется. Шашлычок. Я, кстати, ел крокодила. Ты ел крокодил? Нет. Я ел селток. Довольно вкусное мясо. Очень вкусное мясо. Я его в Вьетнаме ел крокодила вообще. Ну если б я знал, каким образом он умер, это другой вопрос. А, ну да. Ну если только на ком-то проверить. И тогда последний вопрос. А вы туфли не думали делать? Чего? Из крокодила. Туфли. Или сумки. Обувь. Из крокодила. Обувь. Расширить направление. Необъятное и необъятное всё время и не хватит. Понял. Всё, авторская коллекция от Геннадия в этом году, как минимум, не ждите. А вы загуглите, друзья. Загуглите, пожалуйста, в интернете. Геннадий Пузанкевич. Посмотрите коллекцию, потому что мы посмотрели там прям вау. Геннадий Пузанкевич, город Жодино. Геннадий Пузанкевич, город Жодино. Ну а сейчас пришло время рубрики от нашего партнёра онлайн-гипермаркета, который всегда рядом. 21-й век бай. Даже сейчас он рядом с нами благодаря рубрике «Что? Где? Отзыв». Поехали. Ну что? Куда ставить? А можете вот здесь? О, минута в минуту! Доставляем нужные товары, теперь и в ваше время. В рубрике «Что? Где? Отзыв» мы зачитываем реальные отзывы на товары из каталога 21-й век бай и пытаемся угадать, что это за товары. Ну а помогать нам в этом будет «Человечек сверху». Добрый день! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы продолжаем зимнюю серию игр «Что? Где? Отзыв». Меня зовут «Человечек сверху». Давайте познакомимся со знатоками, которые сегодня будут бороться за победу. Итак, капитан команды знатоков. Если бы кот Леопольд был бы человеком, он был бы Геннадием Пузанкевичем. Добрый день, господин Геннадий! Добрый-добрый. И если мы уже затронули мультивселенную Леопольда, то два остальных участника. Две мыши, белая мышь, Александр Сериков и серая мышь, Александр Кухаронок. Добрый день! Победа за нами. Что ж, Александр Сериков, вы все знаете, у вас будет ровно одна минута. Читайте первый отзыв. Поехали! Поехали! Первый отзыв. Евгений пишет нам, что цена ниже, чем на других сайтах. Покупкой доволен, как слон. Плюс жена на Новый год подарила. Покупкой доволен. Все в целости и сохранности. Качество супер, я и дети очень довольны. Плюсы. Один жирный плюс, куча акций. Минусы просто нету. Что это может быть такое? Вообще пока непонятно. Что жены покупают мужьям? Жены покупают мужьям. Я и дети, пишет. Я и дети очень довольны. Плюсы. Один жирный плюс, куча акций. Какая куча акций? Она нам подарила акции Apple. Купила их на 21-й кучу бай. Купай. Давайте скажем любой бред сейчас, потому что мы по этому отзыву ничего не догадаемся. А что было там написано про... Цена ниже, чем на других сайтах. Покупкой доволен, как слон. Плюс жена на Новый год подарила. Все в целости и сохранности. Качество супер, я и дети очень довольны. Ну что там? Батут какой-нибудь давай. Или чем может быть слон доволен? Или чем может быть доволен слон? Доволен, как слон. Бамбинтоном? Я не знаю, что. Давайте любое слово назовем. Я просто думаю, что может, допустим, те с детьми и, допустим, вместе делать с помощью... Ну, батут вряд ли, помнишь? Нет. Батут точно нет. Там может быть что-то, что сюда не влезло. Ну, я не знаю. Ладно, куча акций. Непонятно. Давайте называем любое слово в качестве ответа. Это тем не будет неправильный ответ. Геннадий, у вас есть какой-то вариант, который вам кажется? Мне только один вариант. Бананы для слона. Бананы для слона? Бананы. Что? Бананы для слона. Сейчас, давайте официально... Какой вопрос, уважаемый человек, сверху? Такой ответ. Давайте официально. Итак, минута подошла к концу. Капитан команды знатоков Геннадий, скажите, пожалуйста, кто будет отвечать? Возможно, вы возьмете инициативу на себя. Да. Ни в коем случае. Я люблю стрелки переводить. Передаю Александру слово. А я передаю слово Александру. Спасибо, господа. Мне уже некуда передавать. Капитан команды Геннадий предложил версию, что это бананы для слона. Все. Пластмассовый. Бананы для слона. Да? Если у нас... Да. Какой вопрос, такой ответ. Все. И это... А вдруг? Да нет. Но вдруг? Неправильный ответ. Хорошо. Давайте продолжать нашу игру. Александр, зачитайте второй отзыв. Отзыв номер два. Пишет Евгений. Тот же Евгений. Тот же Евгений. Купил себе данную радость. Штука неимоверно крутая. Главное не забывать теперь есть и ходить на работу. Все, я понял. Спасибо, 21 век, за быструю своевременную доставку и удобные условия, способы покупки. Минусы. Затягивать так, что можно потеряться во времени суток. И это... Сань, подожди. Если бы ты до съемки не рассказал, чем ты занимался ближайшие три дня, то я бы и не догадался бы, что это. Да ты что. А что ты делал три дня? Я последние три дня, друзья, это сумасшествие какое-то. Я не спал каждый день до трех утра. Я играл в PlayStation, проходил игру Control, потому что она неимоверно крутая. Все слова, которые сказал Геннадий, сейчас непонятны, но я играл в приставку. Я сидел просто перед телеком до трех утра и играл в приставку. Если бы мой сын еще не просыпался в шесть утра, вообще все было бы супер. А так я три дня вообще не выспавшись. Скажи, ты не забывал есть и пись? Забывал. А время летело незаметно? Незаметно. Ну что тут поделать? Ну все, мы считаем, что там игровая приставка. Это правильный ответ. Точный ответ. В Геннадии есть какие-то мысли? Хотя интересно, почему жена довольна? Жена, она не избавилась от стати. Мой монасты. Мужа тогда не видела мужа, если он за приставку сел. Ну да. Моя так не добурчала на меня. Здесь спорные вопросы. Моя бурчала на меня, конечно. Ну что, уважаемый человек сверху, мы готовы дать ответ. Это два разных человека. Да ладно? Одного жена была довольна, а у другого недовольна. А у другой ничего не сказал. Так, ну давайте, человечек. Ваша минута уже как две минуты закончилась. Извините. Господин Геннадий, давайте решим, кто будет сейчас предполагать, правильный или неправильный ответ. Опять же, Александр, он в самом начале сказал, я уже знаю, что это. Да, Саня, я уже знаю, что это. Но на месте капитана команды я бы подумал. Да. Стоит ли доверять ему? Вообще, стоит ли верить двум этим мышам? А у меня выбора нет. Он из нас что-чего сделать потом? Да, он в конце концов всегда найдет, куда нас поставить, в какой позе, в какой угол. В общем, мы думаем, что это игровая консоль. Какая? Ну, блин, 8-биткная. Это уже другой вопрос. Другой вопрос. Игровая приставка? Да, какая-то игровая приставка. Что-то ретро, наверное. Что-то ретро? Да. Почему? Ну, потому что акции, вот эта вся история. Вряд ли там PlayStation. Что? Там PlayStation? Открывайте коробку. Быстрая распаковка. Там PlayStation, крат! Пока не передумали. В простонародье плойка. Плойка. Что ж, сегодня знатоки победили в игре «Что? Где? Отзыв». И на этом я с ними прощаюсь. Обожаю эту вещь. Если у кого-то еще нету личной жизни, купите себе PlayStation. Или есть? Но вам почему-то она неинтересна. Я серьезно. Этот джойстик у меня вот просто все выходные в руках лежал. Лучшая покупка. А это, кстати, у нас версия, смотрите, это версия с дисководом, которая классная. В общем, крутой подарок. Крутой подарок, реально, всем рекомендую, если вы любите компьютерные игры и вам нечем заняться. Вот Геннадий не будет в это играть, у Геннадия куча других занятий. А вы себе купите. Классная штука. Ну что ж, за эту рубрику мы благодарим нашего партнера онлайн-гипермаркет «21 векбай». «21 векбай» – миллион нужных товаров для дома, работы и отдыха. Быстрая доставка на любой адрес по всей Беларуси. И 100 пунктов выдачи заказов в Минске и регионах. Ну а чтобы шоппинг в онлайн-гипермаркете был еще ближе, для зрителей нашего подкаста доступен промокод «Распаковка», который дает скидку 7% на все категории товаров. А вот теперь едем дальше. Таксидерами ее обсудили, так сказать, обсосали. Теперь интересное все. Это, разумеется, ваше сумасшедшее путешествие, о которых знает полмира. Расскажите, какое было самое первое путешествие такое сумасшедшее? Самое первое или самое первое сумасшедшее? Самое первое сумасшедшее. Сумасшедшее? Сложно сказать, сложно вспомнить, насколько оно было сумасшедшее. Их было много сумасшедших. И восхождение на Килиманджаро. Вот это мы обсудим. Это мы отдельно обсудим. Это босиком. Это не прикол? Босиком. Не прикол? Я думал, вы прикалываетесь. Нет. Ну типа Геннадий на Килиманджаро выдавался босиком. Это вообще, он сейчас расскажет, ты с ума сойдешь. мы в гримерке обсудили, я тоже поднимаюсь на Калиманджаро скоро просто, и там подготовка сумасшедшая, там акклиматизация, вот это вот всё, куча с собой снаряжения. Геннадий просто прилетел без акклиматизации, за три дня поднялся босиком и спустился. Ну как, его там несли уже в какой-то момент? Но это вы сейчас всё сами расскажете. Давайте начнём с вашего путешествия на Аисте из Жодина до Владивостока. Поясни людям, что на велосипеде. На велосипеде. Это было очередное моё сумасшествие. Так. То есть вы в какой-то момент просто взяли велосипед, Аист, при том Аист большой такой, рамный, да? Да, обычный. Обычный, без передач, без ничего, где тормоза, это нужно педаль назад-вниз. Да, совершенно верно. И поехали из Жодина во Владивосток. Ну да. А почему так, да? Да. Ну, были бы мозги, не поехал бы, наверное. Так, а в какое время года это было? Это было... Выехал я из дома 27-го апреля. А, ну то есть уже было довольно тепло. Ну здесь да, в Сибири ещё снег местами лежал. Это же 8 часов другой часовой поезд, да? Ага. Ну пока туда доехал, там уже тоже тепло было. А вот средняя часть, средняя Сибирь там, да, хватило всего. Средняя Сибирь. Так, давайте по порядку. Сколько времени заняло путешествие? Чуть больше трёх месяцев. Это туда и обратно? Нет. Только туда? Только туда. А обратно вы как ехали? Обратно поездом. Обратно уже поездом? Урок усвоен. Урок? Да. Я просто физически не успел бы, уже зима началась бы. Ага. Так, три месяца в одну сторону. Как вообще эта идея родилась? Идея эта родилась ещё в школе, когда учился. Мысль такая, ну, самое дальше, тогда за рубеж. Это немыслимо было в советское время. А вот самая крайняя точка материка бывшего СССР, ну, это Приморский край, Дальний Восток. Ну, и вот захотелось как-то добраться туда. В то время на самолёты тоже мыслей не было, потому что денег не было. Пацанёнком, когда было. Всё, подрасту или пешком, или на велосипеде, всё равно я туда попаду. Ну, вот время пришло, наверное. Сколько вам лет было? А это пять лет назад было. То есть вам было 59? 58. Ну, да, почти 59. В 58 лет человек сел на Аист, в Жодино, и поехал в Водивосток. Что включает в себя такой минимальный набор путешественников на велосипеде? Что вы с собой взяли? Палатка. Палатка. Спальник. Топорик маленький. Ну, и одежда там кое-какая. И пару запчастей. А деньги? Ну, естественно, деньги. Ну, деньги не считаю, потому что к весу их не пророчишь. Там самое главное было минимально вес. Но всё равно вместе и продукты, вместе с велосипедом, общий вес был где-то без меня. Около 50 килограмм. Ё-моё, так это очень много. Это много, особенно при подъёме в горку. Без передач. А в горке, так понимаю, было много? Ну, естественно. Спешивались? Один урал чего стоил. Да, спешивались? Естественно, не так слово. Вы не ночевали в гостиницах, вы ночевали только в палатке. Один раз в мотеле, а так в палатке, пару раз частников. И когда было стромно, где медведи были, предупреждения и всё, то, по возможности, раза три, наверное, ночевал в бытовках дорожников-строителей. А была какая-нибудь опасность вот прям вот в какой-то момент? Опасные моменты какие-то были? Ну, небольшие, несущественные. Слава богу, миновала меня эта участь. Всё нормально, обошлось. А как люди, которых вы встречали на дороге, как они к этому относились? По-разному. Ну, чернозёмная сторона России, так сказать, там, ну, так, как неадеквата. Ну, я их понимаю. Почему, говорят, едете так? Я говорю, ну, лишь бы дома ничего не работать. Отшучивался. По Сибири великолепно. Иркутская область. Вот везде где-то. Ига, это душевные люди, где-то помогали чем-то, продукты какие-то. Я их не просил, но всё равно даже обижались, если отказывался чего-то побурать. И довольно так напражная была. Почему? Обстановка. Сами бураты предупредили, когда въезжал, что не смотри, что я такой вот добрый. Говорят, всякие бураты встречаются. Ну, лучше лишний раз не попадаться на глаза, и чтоб конфликтов не было. Так, так. Ну, там приходилось ночевать не в палатке, потому что степи негде было спрятаться в палатке, а под дорогой, в трубах. Серьёзно? Да, спальник рассела, и всё, только молишь Бога, чтобы дождь на ушки не пошёл, чтобы не смыло тебя, да? Чтобы не залило. Кино, да, сразу представляется, кинематографическим. Да. Человек под... И всё-таки вот такое длительное путешествие. Я так понимаю, что проблемы там... У вас были проблемы со стихией, с природой, или больше проблем с людьми? Нет, со стихией. Особенно встречный ветер. Дождь — это ни по чём, уже привыкаешь как-то. Недели две ты привыкаешь. Человек — такое существо, что привыкает ко всему. А самое главное — это встречный ветер. Когда время идёт, тебе надо продвигаться, а он тебя не пускает. А попутный ветер? Попутный — это прелесть. Помогал, да? Да, конечно. То есть 30% скорости. Да. А маршрут планируете, допустим, проживание, какие-то точки, может быть, там, где надо сходить в душ, где надо горячей еды поесть? Да, кто утром с палатки выбираешься, перекусил и на трассу, и до отбоя. Сколько в день километров проезжали? Минимум ноль. Ну так, 40 горная. Ну ноль, когда ураганный ветер был, там невозможно было. Просто сдувало даже металлические урны на дороге. Их валяло с корнем, вырывало автобусную установку забетонированную, вырывало. Это где? Это где-то ближе к Казахстану. Сейчас точно не помню, надо свои записи смотреть. Вот, а самое большое, ну в горных районах, естественно, там 40-60 километров за день, потому что подъемы высокие, медленно. Самое большое было 230 километров. 230 километров за день на велосипеде? На простом велосипеде. Я просто иногда катаюсь там с утра, когда погода хорошая, и я там 20 проезжаю, и у меня ноги все. Слушай, Алиса, а сколько длина трассы Тур-де-Франс? Длина трассы Тур-де-Франс варьируется из года в год от 3000 до 4000 километров. Алиса, а сколько это получается от Жодина до Владивостока? Ну, если промой по Трансибу, то это 10 тысяч, ну плюс-минус. Но я делал еще кружок на родину Золотухина и Юдакимова, на Алтай заезжал, ну плюс еще там 900 километров. В итоге получилось 10 700 там. То есть это три трассы Тур-де-Франс? Да? Три Тур-де-Франса Геннадия Матанова. Три Тур-де-Франса Геннадия проехал, просто три Тур-де-Франса. Заезжали кружочек на родину Евдакимова. Ну, петельку такую сделал, да, общался с родственниками Евдакимова, с сестрой. Серьезно? Это... Ого! Просто было такое желание? Было желание, мне было желание раньше увидеться с ним вживую, но как-то не срослось. Как я говорю, мы все делаем, все поздно. Потому если появилось какое-то желание, надо его осуществлять по возможности. Вот, друзья, появилось желание обязательно осуществлять его сразу. Жизнь одна, и второго раза у вас может просто не быть. Сначала у нас нет времени, потом нет денег, потом нет сил, а потом не будет нас. Поэтому, по возможности, все нужно делать теперь и сейчас. Кстати, Тур-де-Франс, свяжитесь тоже с Геннадием. Если вернуться сколько километров за день, вот как раз поясню, когда 230 было. Это было по равнинной части от Омска до Новосибирска. Там равнина, нету подъемов, был немножко попутный ветер, что предшествовало еще этому ранний подъем. А ранний подъем тоже неспроста. Это тоже предшествие было до того. Сильный ветер с дождем был. Вся одежда на мне даже якобы непромыкаемая, что золотой рыбки покупал в магазинах, промокла до ниточки, промокла, вернее. И мне пришлось мокрому ехать до ночлега. Палатку ставить особо негде, болото. Целлофан подселил под низ, одежду выкрутил, одел на себя. И забрался в сухой спальник. Ну, всю ночь так крутился, такая ночлежка была так себе. И чем раньше рассвет, чем скорее поднялся. Поднялся палатка изнутри обынившая, болото замерзшее, одежда на мне сухая. Чтобы, дабы согреться, скорее на велосипед сел и топил. Сколько было на улице градусов? Градусника не было, но ледок был так. Ледок был, то есть минус точно? Да, минус, минус 3-4 примерно было градусов. Гололед, короче. И равнина, и вот я тогда чисто в седле был 12,5 часов. Это чтобы не мерзнуть? Нет, чтобы не мерзнуть, это было изначально, там минут 20, ты согреваешься, мышцы согреваются моментально. Мышцы за это время, уже сколько я проехал, привыкли к физическим нагрузкам. Там же все равно, ты едешь или час, или два, как робот, наверное. Только перекус был в обед 30 минут, и дальше до темноты. А спазмы какие-то, травмы были? Слава богу, нет. Ничего такого? Ничего, ни одной таблетки. Организм в стрессовых ситуациях мобилизуется, и это мне помогает по жизни. Когда еще промысловиком работал, я тоже приходилось зимой в лесу ночевать, ни одну ночь. Добрякинь, выехал такой, все, еду на три месяца, через два дня икры свело, просто все. Да, кстати, а был ли момент, что хотелось вернуться? Был, не скрою. Расскажите, где это произошло? Ну, вы уже, я так понимаю, поняли, что обратно уже дороги нет точно? Нет, конечно, да. Ну, был момент, первый был, когда до Урала еще доезжал, не по физической каких-то проблемах, а по-друге, морально. Я привык дома чего-то творить все время, действовать, а здесь, как подумаю, три месяца без ничего такого, просто, извиняюсь, тупо ехать и все. Скучно? Да, 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 нет, скучно не было, потому что пейзажи кругом, природа менялась, а для меня это тоже многое значит. Просто бездействовать физически в другой сфере я не могу долго. Но потом, нет, думаю, меня не поймут дома, да я сам себя уважать перестану, если я вернусь с полпути. И чем скорее доеду, тем скорее вернусь. И вот тогда я пошел физически еще больше выкладываться. Слушайте, ну все равно, это же денег стоит такое путешествие. Сколько стоит вот такое путешествие? Каких денег? Ну, каких-то денег, ну что-то же стоит чего-то. Ну, в моем случае это стоило меньше, чем я дома жил бы. Серьезно? А на что ты тратишь, по сути? Ну, еда? Вот. Ну, я такой человек, который могу сутки про еду не вспомнить. Мне хватало первый месяц путешествия, световой день был короче. Мне хватало одной пачечки Роллтона на два приема пищи. Это все, чем вы питались? Плюс чай или вода. Ну, это калорий нету никакой? Да, с хлебом. Только углеводы? Это основное, да. Нифига себе. Ну, смотри, считай. Еще раз, извиняюсь, перебью. За два месяца до отъезда я дома ежедневно питался проросшей пшеницей с медом. Организм опитан был микроэлементами, насколько мне кажется, или психологически. Ну, наверное, все-таки было что-то, потому что я не чувствовал ни нагрузки физической такой вот, ничего. Ну, вы такой довольно сухой сам по себе, да? Да. И, друзья, считаем, значит, человеку, организму нужно примерно 3000 калорий, это ежедневный расход калорий. Поскольку наш гость был на велосипеде, то расход калорий был, Геннадий, ну, я думаю, тысячи пять у вас был расход калорий. Никогда не задумывался. Ну, это я вот сейчас читаю физиологию. Ели вы калорий на 300-200, вот серьезно, вот не больше, вот не больше. Сколько вы скинули за время путешествия? Набрал полкило. Что? Да ладно! За счет мышц, мышцы подросли к грудной клетке. На чем они подросли? А, грудная клетка от дыхания. От дыхания, во-первых, во-вторых, на прах руль. Да. И вот так, против ветра, и получается, ноги немножко, но они у меня накачаны постоянно. Ну, ноги, они высушивают велосипед. Да, 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 да. А вот здесь грудную, заметили мои... Грудь стала шире. Объемнее мышцы немножко, да. За счет дыхания, за счет работы, руки, да. Да, 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 да. И движение. Практика гребля, но не до конца, значит, 20 лет в гребле. А физическое состояние, ну, понятно, а психологическое? Вот вы говорили, что вы всегда привыкли, что заняты руки чем-то, а что здесь? Как вы психически поддерживали себя? Мотивация. Ну, нет, мотивация была потом одна. Чем скорее доеду, тем скорее вернусь, чтобы опять заняться любимым делом. Там и чучела делать, или по дереву что-то работать. Ну, не знаю, машины считали, может, когда ехали как-то. Чем вы занимались поездкой? Занимался больше на природу, наблюдал. Фотоаппарат с рук не выпускал, останавливался, фотографировал растения. Ну, там, мое с детства тоже хобби. Где-то птиц каких-то, где-то что-то. Мыслями разными. Перестройка психологическая была, конечно, внутри. В каком плане? Задумывалось, как жизнь пролетает, и как мало мы с родственниками общаемся, а потом, когда захотим встретиться, а уже не с кем. И поэтому по возможности тоже надо больше с друзьями встречаться, беседовать, разговаривать. Какой у нас сегодня философский выпуск. Вот, кем мы посылы сегодня раздаем. Но вы же три месяца практически не разговаривали с людьми. Нет, почему разговаривал? Каждый день? Не совсем каждый. Я останавливался, если вдоль дороги кто-то торгует, чем-то стоит. Я останавливался не из-за того, чтобы купить что-то, а просто чтобы поговорить немножко, узнать, как люди здесь, в этом регионе, не живут, как дальше, ну и так далее. Где-то по интересам совпало даже, когда Урал переваливал, Южный Урал, там лавка стояла с продажами изделий токсидермиста. Я там пообщался, и вопрос самого не было, он в то время был, но с продавцом пообщался. Дальше еще частник продавал. Потом где-то кто-то торгует медом. Я сам пчеловод с детства тоже. И с ними общался. Ну, старался как-то узнать, не просто тупо ехать, ехать. А узнать, как там обстоят дела у людей. Прекрасно. Это вообще интересно, на самом деле, знаешь, как в игре. Представляешь, точнее, игру за персонажа. Суть игры в том, что ты сейчас отправляешь в путешествие. Да, только у нас игра, а Геннадий сел на велосипед и поехал сам. На машине ты этого не замечаешь, ты пролетаешь и все. Да, да, тут в этом история. Вот если бы тебе, Саш, ставку, подожди, поставить, доездит ли 58-летний мужчина до Урала, поставил бы эту ставку. Ну, как вот на чистом листе, если написать данные, то, конечно, это ставка с таким коэффициентом непонятным. Ел пророщенную пшеницу, собой взял 50 килограмм, и велосипед Аист, и до Урала. Да, без передач. Без передач. Ну, я бы, думаю, коэффициент был бы низкий очень на это. А вот раз и победил. Это к чему? Пришло время рубрики от партнера нашего подкаста. Знакомьтесь, это БТР. В этой рубрике мы зададим 5 вопросов о спорте Геннадию и получим у них ответы. Каждый правильный ответ будет набираться 1 балл, второй правильный ответ – 2 балл, и так по лестнице вверх. Если один вариант ответов неправильный, лестница сгорает, мы начинаем уже с нуля, но баллы те остаются, которые накопились. Вот в конце получается приз вам по количеству набранных баллов. У нас есть разные, есть майки, бутылки, шопперы, носки и так далее. В целом все круто. Александр сегодня будет подавать нам вопросы, Геннадий отвечать, а я, если что, подсказывать. Поехали? Поехали. Итак, все вопросы касаются спорта, разумеется. Вам необходимо будет догадаться, какой же будет правильный ответ у нас. И если я первый раз не пройду 5 штук, потом все по-новому? Нет, всего 5 вопросов. Итак, первый вопрос, это общие вопросы, вопрос под номером 9. Рекорды подтягиваний. Их огромнейшее количество. Максимальное количество повторений, минимальное количество потрачено времени, странные способы подтягивания. Но бывают и странные турники. Например, Стэну Брунингу покорился результат в 25 подтягиваний. Как вы думаете, на чем он подтягивался? Варианты ответов. На хоботе слона. Слон тоже, кстати, стал рекордсменом. Б. На псевдоаттракционе с вращающимся турником в Минском ботаническом саду. И, разумеется, подтягивался на вертолете. Как вы думаете? Пусть будет второй вопрос. Второй? А вот вы не поверите. Он на самом деле подтягивался на вертолете. Что? Из удивительных фактов здесь вертолет. То есть вертолет висел в воздухе. А он получается... А, как в кино. Только он еще и подтягивался. Да. Хорошо. Удивительный рекорд. Ничего страшного. Подумаешь, не получили первый балл. Мы просто едем дальше. 0-1. Хоккей за 6. Любите хоккей? Люблю. Хоккей за 6. По телевизору смотреть. Телевизор смотреть. Хоккей за 6. Итак, хоккеисты очень суеверные люди. То, что является для всех обыденным делом, хоккеисты могут считать плохой приметой. Как вы думаете, что из нижеперечисленного большинство нынешних хоккеистов как раз считают плохой приметой? Варианты ответов. Бриться и стричься. Чистить зубы и уши. Либо же использовать дезодорант или духи. Пусть будет первое. Вы не поверите? Хотя поверите. Это абсолютно правильный ответ. Поэтому они все бородатые, не стриженные. Как Геннадий на втором месяце путешествия по Уралу. 1-1. Уже веселее. 1 балл у вас, да? Хоккеисты считают это дурной приметой вообще стричься. Это заметно. Пускай кто-нибудь скажет хоккеистам, что это не так. Да. О, ваша любимая рубрика. Я знаю, что вы являетесь большим фанатом киберспорта. Да, да. Это любимая дисциплина. Любимая дисциплина. Киберспорт 1. Так. FIFA 2023. Так назывался... А, FIFA 23. Так назывался последний всем известный футбольный симулятор. Серию 24-го года переименовали. Как теперь называется футбольный симулятор? Я, FC 2024. Б, футбол 24. Либо В, 22 дурака, бегающие задним мячом 24. Ну, вряд ли так называется. Думаешь? Ну, в общем, пальцем в небо, то есть пусть будет первый. Первый. Я, FC 24. И это совершенно правильный ответ. Что, Геннадий, 3 балла уже? Геннадий, 3 балла. У вас уже 3 балла. А мы едем дальше. Теннис за 3. Самый высокий теннисный корт находится на высоте 3650 метров над уровнем моря. Как вы думаете, в какой стране он находится? А, Мексика. Б, Боливия. В, Грузия. Прикольнее, если бы Владивосток. Урал. Урал. А мне Боливия больше нравится. А, это правильный ответ. Что ж Геннадий-то делает? Геннадий. Не может быть. А можешь нажать вот эту кнопку победы? Вот она. А, это что? Получается 6 баллов у вас? 6 баллов у Геннадия. И последний вопрос. Ваша вторая любимая рубрика. Хоккей за 4. Великолепно. Геннадий, хоккей. Хоккей. Геннадий, хоккей. Самый быстрый хэт-трик в хоккее датируется 1952-м годом. Его автор Билл Масиенко. Как вы думаете, за какое время он забил 3 шайбы? Варианты ответов. А. 9 секунд. Б. 21 секунда. В. 33 секунды. 9 секунд, 21, либо же 33. 3 шайбы. Угу. А включу вот это сердцебиение. Геннадий, внимание, Надий, внимание. Красивая цифра 21. И это совершенно правильный ответ. Да что творит Геннадий? 21 секунда. Что творит Геннадий? С ума сойти. Ну, хоть что-то. Ну, так и сколько у Геннадия баллов? 10 баллов. И это, кстати, мы вам подарим то, что вам пригодится в ваших путешествиях. И это не розыгрыш? Это не розыгрыш. Это настоящий подарок. И действительно полезный. Да, полезный. Это шопер. Геннадий, для вас это наш скромный вклад в ваше путешествие. Надеюсь, вам пригодится. Если вы любите спорт или киберспорт, и с увлечением наблюдаете за развитием событий, делайте это вместе с Беттера. Кстати, там не только широкая линия и еженедельные онлайн-турниры с призовыми, но и прогнозы экспертов, а также топовый контент в соцсетях и на сайте Бэтньюз Бай. Мы говорим спасибо партнеру нашего подкаста, компании Беттера. Двигаемся дальше. Так, ваше легендарное путешествие на Килиманджаро. Поговорим об этом босиком. Это не шутка. Это не шутка. Сразу же в несуществе. Геннадий поднялся на Килиманджаро в сланцах. Разумеется, у него с собой была трекинговая обувь, потому что без нее его просто бы не пустили. Но она где-то там в рюкзаке, наверное, была подвешена. Совершенно верно. Да. Дело в том, что я тоже собираюсь на Килиманджаро. Долгий период адаптации, подготовка. Я прилетаю туда за неделю, мы там неделю адаптируемся, климатизация, потом начинаем восхождение, которое длится само по себе тоже там неделю-две. Геннадий на все это плюнул. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Аванцверис. Какая история. Обратился в турфирму, обратил внимание на минимальную стоимость, потому что бюджет ограничен. Ну и все, езжал по восхождению на Килиманджаро. В течение трех дней восхождение. Почти без эклиматизации. То есть вы прилетели и... В следующее утро все началось восхождение. Так, обожаю эти истории. Что у вас с собой было? В смысле? Ну, что вы с собой взяли? Одежду теплую, куртку пуховую, ну, трекинговую обувь, естественно. Сланцы, они постоянно со мной. Из БУ... Козиловой тяги. Из БУ удочек рыболовных сделал трекинговые палочки. Ага. Раскладушки. Для восхождения, чтобы не покупать. И чтобы место меньше занимало, я раскладушки такие делал. Телескопические такие? Телескопические, да. Ну и все. А гиды? Нет, это само собой. Носильщики были, да, потому что продовольствие они поднимали. Это уже их была задача. Но вы спросили, что я жил с собой, и я ответил. И все. Так, но там же... Фотоаппарат. И фотоаппарат. Обязательно. Давайте мне. Килиманджаро где находится? В Африке. Это Африка. Регион Африка. То есть это жара безумная. Это реальная часть. Там внизу безумная жара, а наверху очень холодно. Когда поднимаешься, холодно. Ну, конечно. Изотвление, там горная... Минусная температура, там снег валит. Ну, типа, ну, прикинь. То есть ты из капец какой жары в капец какой холод. Поэтому тебе нужно акклиматизироваться, и поэтому восхождение занимает 7 дней. Потому что ты в какой-то момент там останавливаешься, там давление перепадает, и вот это вот все сидишь. А Геннадий, он как бы его не интересует. Ему по барабану. Это терминатор. А что происходило? Какие ощущения были? Алиса, какая высота Килиманджаро? Его высота 5895 метров на дуровне. Алиса, хватит. Почти 6 километров. Это высоко? Высоко, да. Ну, расскажите, какие трудности были? Или, проще сказать, что было хорошего, да? Ну, да, да. Нет, ну, как? До половины подъема практически трудностей не было. Все началось там уже выше 3000, к 4. Когда чувствоваться начала горная болезнь, то есть все высокогорье, организм не адаптирован. А тут поднимаешься выше и выше, кислородное голодание, перепады, давление, ну и тому подобное. Но еще было терпимо, пока уже до последнего базового лагера не дошли. А там уже началось так хорошенько чувствоваться, горняшка. А вот, а как проявляется горная болезнь? Понятно, что там другой кислород, он более разряженный получается, дышать тяжелее, так понимаю. То есть его меньше. Не то, что тяжелее, просто его не хватает. Ты всем ртом пытаешься вдохнуть, а легкие не раскрываются на всю. Как бы кто-то не дает туда вдохнуть. А вдыхаешь, не получаешь насыщения этого кислородного. Ну, как в заглотках кто-то себе давит и не дает дышать. Как шарик, но давно из-под воду опускается. Получается. Первое проявление – это в глазах такое вот помутнение может быть. Может, как ведет тебя как-то из стороны в сторону. Голову повернешь резко, как на замедленном кадре. Голова уже повернута, да, а движение, вернее, просмотр этот следом за тобой движется. Ну, вот какие-то такие. Уже выше тебя начинает изнутри выворачивать, то есть подташнивать, когда уже выше пяти тысяч. Пять с половиной тысяч. Вот смотришь, допустим, в одну точку, кое-как передвигаешься, медленно, как сонный. Стоит тебе даже не голову повернуть, а глазами в сторону посмотреть, и у тебя уже в голове вот так, ты на ногах что-то стоишь, треки ноги, палки в стороны, на распорке, постоял, отдышался немножко, опять несколько шагов сделаешь. Ну, и вот где-то совсем плохо станет, себя выворачивает, все на четвереньки, естественно. Отпустила, чуть легче стало, кажется, ну, сейчас пойдешь, поднимаешься, два-три шага, и опять тебя давит. Ну, такими путями дотянули до верха. Вы сказали, что вас там в какой-то момент тащили уже. Нет, не тащили. У нас было три в группе, а одну женщину до второго пика она дошла, сто метров не дошла до верхней точки, и ее потащили вниз под руки, и все. Ну, уже практически наполовину живой человек был. Серьезно? Да. Уже глотательной рефлекции у нее не было, бледная стояла. О, как! Я сейчас думаю, надо мне это вообще? Сань, все нормально, ты, ну, что? Во-первых, у женщины сложнее у нее гибоглобин, меньше, чем у мужчин, а это важно, повысить гибоглобин и желательно возможности перед восхождением. Сколько там минус было? Какая минусовая температура наверху? Градусника у нас не было, но вообще норма там где-то до минус 10-15 градусов. На солнце, где снега нету, там кажется тепло. Крошка вулканическая, темная, все засыпано. Ну, выходишь на снег, да, ощущения, конечно. Ну, повезло нам, что ветра не было и не так холод, ощущался. И вообще этот холод по отношению к чувствам, к ощущениям на второй план отошел уже, ты его не замечал. И вы все это время были в шлепанцах? В сланцах на босую ногу, да. Ну, вы явно как-то выделялись среди экспедиции, да, Не понял. Ну, выделялись визуально среди экспедиции, да? Идет человек с двумя удочками и в шлепанцах. Не то слово. А из других стран? Там были из других стран люди? Да, там из многих стран было. Ну, когда я спускался уже к первому, к высшему базовому лагеру, обратно, уже все были информированы, выстрелились шеренгой, полудугой, аплодировали, навстречу менеджера или кто-то из руководителей этого базового лагера, бежал, в руке что-то несет, сэр, проблемы, я говорю, проблем нету, а он сапожную щетку несет, сам подбежал в костюмчике, прыгал в стуке, начал мне ногу чистить, каждый палец прощупывать, глаза... А, это чтобы морожение не было? морожение есть или нету, я говорю, нету проблем, все, у него глаза так округлились, ну и... Ты понял? Все равно, что президент Боливии или кто-то король, не знаю, кто у них там не прилетел, не сказал так, Геннадий, больше так не делайте без разрешения, пожалуйста. Был момент, конечно, вернуться, уже там оставалось метра, наверное, 300, на четвереньках стою, уже говорить, речи нету сил, показываю вниз, мол, проводнику, он показывает, нет, вверх. Что наверху? Как выглядит вершина Килиманджаро? Что оттуда видно? Земля круглая? там какой-то пьедестал стоит, один, два, три? Ну, стоит стела, понятно, с высотами, там то другое, радом ледники, которые сейчас тают, вековые, там высота, даже не знаю, какая, радом снег, свеже насыпанный, замерзший, но в последнее время активироваться начал вулкан, подогревает, и ледники эти тают, и прогноз, по-моему, в ближайшие 15 лет уже может там не остаться снегом. А, то есть там комфортно будет, тепло подняться, у тебя как пол с подогревом будет. Да, да, ну и кратер виден, в самой пике точки не видно, но оттуда испарения постоянно идут, иногда и звуки выходят еще какие-то. Вулкан живой. Вулкан живой. Привкус есть какой-то на языке там? Какие вот ощущения в целом, как с чем-то может ассоциируется или нет? Не было, не было никакого. Ну, лично у меня никакого привкуса не было. А вы забрались наверх, вы сразу поорали во все горло, что-то крикнули? рад сил не было. Просто тупо плюхнулся под стеллу, чтобы как-то дух перевести, ну и... Вот так. Вот так показалось. Да. Легли на стыд, посмотрели в небо. Ну, типа того, да. Сфоткали что-нибудь? Ну, конечно, все равно. Есть фотографии? Фотографии есть. Передайте потом моей теще картинки. Скиньте в Вайбер, там, куда я ехожу. Мы с Сашей под фотошопом. В интернете можете открыть, и там фотографии есть. Мы с Сашей под фотошопим, так как будто он уже был. Я надену эти шорты в ромашки сланцы и вот так устану. И меня за косплей с Геннадия? Да, и меня прошел вызовом еще. Когда вернулись, уже все, домой я прибыла, кажется, в интернете уже выбросили, что рекорд республики на босую ногу, белорусы, сланцы поднялись. Боже мой. 55 лет. Если бы в лапцах этих из соломы, это все было бы, ну, просто национальный герой. Это когда были мысли спуститься, только мысль в голове одна. Черт побери, ты с детства мечта была, посмотреть, как это на экваторе снег лежит, когда географию в школе учили, а здесь уже вот-вот в шаге дотуда столько усилий и возвращаться. Обидно было. Но благодаря проводниковому все-таки мечта осуществилась. Котливость. Сколько вам было лет? 55. В 55 лет человек поднялся на Килиманджаро в одних шлепанцах. В 58 лет человек доехал до Владивостока на велосипеде. А вы не можете даже поднять свои жопы и выйти в магазин. Вот у меня вот только такая история. Знаешь, что двигало Геннадий все время? И это в 30. А не, они пишут в твиттерах о том, что в 30 уже разваливаются на диване. Любопытство. Любопытство? Любопытство — это ключ к молодости вечно. Слушай, а может, и нас это ждет? Может, вы тоже, типа, сейчас такие, знаешь, такие вот такие, а потом к полтосу, как на счет, крыша ехать. Все, на Эверест в костюме Бэтмена. Кстати, на эту тему, во сколько и что. Первое путешествие это на Шри-Ланку было из дальних, это мне было 40 лет. На Шри-Ланку? На Шри-Ланку. Обожаю Шри-Ланку. Я там был недавно. Первое путешествие. А что вы делали там на Шри-Ланке? Просто путешествовал и узнавал, знакомился с животным миром, с природой и с бытом народа. Шри-Ланка потрясающе. Немного экзотично после наших птиц и фауны, да, наше слово? Конечно, конечно. Там же совсем... Меня прельщала все время тропическая часть земного шарика. Как-то обезьянку бы какую-нибудь сделать из нёчущего. Геннадий идёт, разбегаемся. В общем, мы вас не будем больше отвлекать, мы вас еще позовем, пообщаемся. Невероятный человек с точки зрения, что такая сила духа, которая позволяет игнорировать вообще всё, все препятствия, просто двигаться вперёд. Ну, не совсем все. Всё равно я прежде всего анализирую. Я сопоставляю с своими возможностями, и если чувствую, что всё-таки мне это поддастся, то тогда препятствий я не замечаю. Или, как говорится, создай себе препятствия, чтобы потом её с достоинством преодолеть. Это типа про меня. Я вот так спрошу ещё, последний вопрос. У вас что-нибудь болело в последнее время? Может, болели как-то? Ну, слава богу, медицинская карточка пуста, таблетками почти не пользуюсь, если экстренно в случае что-то, но таких случаев пока, слава богу, не наблюдаю. Вредные привычки, может, какие-то? Да, вредные привычки. Путешествовать, путешествовать. Абонсюризм. Ещё раз путешествовать, да. Чтобы дома не работать. Вот такое вот у нас всё, чтобы дома не работать. Ну что ж, друзья. Геннадий Пузанкевич в подкасте, название которого ещё не придумали. Ставьте ваши комментарии, пишите лайки, вот это вот всё там. Нажимайте, подписывайтесь. А до новых встреч. Я Сериков, это Кухаронок. Всем пока. И спасибо, что выслушали меня. Вам огромное спасибо, что пришли. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok